Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и сейчас начнётся очередная партия на уровне сложности Божество в Сидмейл Сивилизэйшн 6. Значит, опять несколько челленджей и одна интересная штучка, которая, мне кажется, некоторым моим зрителям тоже очень понравится. Ну, во-первых, я продолжаю объявлять всем войну. Ну, начнём сначала, что я буду играть за Галлов, за Амбиорикса. Я сделал рейтинг цивилизаций как раз про Галлов, рассказывал, чем они хороши, поэтому, так как в сетевой игре вряд ли мне дадут за них сыграть, на самом деле, что их банят, просто давайте сыграем за них против компьютера. И если вы не видели рейтинг цивилизации, почему их банят, то посмотрите его обязательно, ссылка в прикреплённом комментарии, либо в описании есть. Дальше. Я уже проходил за Венгрию при условии объявлять всем войну. Теперь немножко это модернизирую. Давайте так, первым десяти цивилизациям я обязан объявлять сразу же войну и с ними не мириться никогда. А вот последним пяти, ну, то есть я вот поставил на 16, то есть огромная карта и 16 цивилизаций. Обычно карта огромная на 12, но я ещё 4 добавляю, в принципе, нормально обычно, мы вмещаемся. Так что на 16. Первым десяти я должен обязательно объявлять войну, и последним пяти, кого я встречу, тем уже буду, могу торговать с ними. Если захочу, могу тоже войну объявлять, но я не обязан с ними до конца воевать, могу мириться. Единственное, всё равно, конечно, они вряд ли ко мне будут хорошо относиться, потому что когда ты в войне с стольким количеством цивилизаций, у остальных очень много претензий накапливает, но хотя бы мы сможем хоть как-то торговать и взаимодействовать, иначе мы просто целую механику выключаем в игре. Дальше. Я оставляю только две победы. Военную и научную. В чём идея? То есть, похоже, компьютеры, когда включены все победы, они и идут на разные победы, и, собственно, не успевают их достичь, а я там улетаю. Поэтому, если оставить только военную и только научную, то вроде бы компьютеры начинают именно на этих победах и концентрироваться. И, наверное, это должно сделать прохождение сложнее. Сейчас попробуем. Из режимов я включаю варварские кланы и монополии корпорации. Причём, для того, чтобы монополии корпорации работали... Так, а где это у нас... По-моему, вот тут... Да, вот тут будет видно. Чтобы работали, надо ещё использовать Fix AI Corporations мод. Добавить. Он ремонтирует у компьютеров то, что они с этим вот монополиями корпораций фигово обрабатывают ресурсы. С этим модом всё нормально происходит. Они нормальные корпорации ставят, всё делают. Все остальные моды чисто на интерфейс. Ну, опять же, ссылка на сборник модов мой будет в прикреплённом комментарии. Опять же, внизу можете посмотреть. Это чисто на интерфейс. Почему я это всё объясняю? Да потому что я сейчас, когда начну партию, я на первый ход сделаю сейв. И тоже ссылку на него выложу в прикреплённом комментарии, чтобы каждый из вас мог его скачать и параллельно со мной, параллельно вот с этим прохождением тоже его проходить. Поэтому ещё раз уточню, что вам очень желательно установить только Fix AI Corporations. Остальные моды никак не могут влиять, потому что без этого мода просто компьютеры не будут понимать, что с ресурсами делать. Во всём остальном, как хотите, все остальные моды чисто на визуальное, на интерфейс, на великих людей, чтобы они настоящие, их портреты были. А на механики это вообще никак не влияет, поэтому можно и без них совершенно спокойно. Хотя, слушайте, а я не уверен... Блин, а я, кстати, не уверен. Может быть, и не загрузится сейв без этих модов? Тогда, возможно, вам придётся всё-таки их... Я вот тут, вы можете подсказать мне в комментариях, кто будет пробовать. В любом случае, я сейв выложу. Тогда, возможно, вам придётся с этими модами всё-таки установить моды. Но, опять же, ссылка на сборник модов будет. Я думаю, что это будет не проблема, если вы захотите пройти вместе со мной. Также я, видите, уже несколько цивилизаций сразу поставил. Самые научные. Бразилия, Аравия, Австралия, Хамурапи и Корея обязательно. То есть будем с ними соревноваться в науке. Ну, а Германия и Вьетнам, потому что они просто были вместе в рейтинге цивилизаций с галами. Будет интересно совместно с ними и попробовать. Во всём остальном карта континенты, уровень сложности божество, варварские кланы и монополии корпорации включены. И только две победы. Не включаю... Не включаю случайные технологии социальные институты, потому что компьютер не умеет с ним играть. У всех компьютеров прописано их движение по техам. И они просто со случайными технологиями очень хреново это всё используют. Ну, в общем, давайте, наверное, начинать. Всё остальное вот стандартное, как видите, я поставил. Да, давайте начинать. Ну что ж, галы требуют очень нестандартной игры, потому что районы не дают соседства нормального, как у остальных цивилизаций. Зато они получают соседства от рудников. Эти специализированные районы не получают небольшой бонус за соседство с другими районами. Их ещё нельзя рядом строить рядом с центром города. Тоже надо учитывать, что рядом с центром города никакие районы мы строить не можем. Зато получаем 20% культуры от стоимости юнита, плюс 1 к культуре за соседство с... Не, просто рудники плюс 1 культуру, и рудники дают небольшой бонус районам. То есть у нас как бы такие ромашки вокруг рудников должны быть. Тут, в общем-то, всё зависит от того, будут ли у нас холмы или нет. Давайте нажму «Начать игру». Сделаю с... Ну, у нас сразу гесат и уникальный юн. Сразу сделаю сейв этого... Этого начала. И, в общем-то, этот сейв именно и будет выложен вам на пробу. То есть то же самое, вы сейчас можете просто скачивать всё, что... Вот этот сейв размещать у себя и параллельно со мной начинать играть. Всё, свою рожу я вырубаю. Ну что, давайте немножко пострадаем. В общем-то, уходить отсюда я не хочу, тем более тут рядом есть клетки сразу с Верой, чтобы быстрее пантеон получить. И я думаю, нам надо попытаться... О, даже плюс 1 к эпохе. Я думаю, нам надо попытаться... Соседство с пустыни пантеон взять. Забываю, как он называется. Легенды пустыни, что ли? Так, ну, в любом случае, я всё равно с гесатов начинаю строительство. Тут выбор-то небольшой. И из-за того, что придётся объявлять войну постоянно компьютером, это будет больно. Так, животноводство. Нужны ли нам вообще... Давайте, слушайте, давайте, может, прямо в астрологию пойдём. Хотя, подождите, горный... Не, горное сначала горное дело надо. Нам нужен рабочий. Нам нужны рабочие рудники сделать. Да, в любом случае, пойдём сначала горное дело, а потом я бы, наверное, в астрологию сразу шёл. Надеяться, может, ещё чудо какое найдём. Хочу здесь исследовать. Тут понятно, что я буду сюда священное место ставить. Значит, что мне рабочим надо вот тут рудник сделать. Оно автоматом присоединиться. Если я возьму легенды пустыни, то, извините, раз, два, три, четыре, пять... Ну, будет плюс шесть само по себе, а потом ещё и два рудника тут строится. То есть, на плюс восемь. Вот тут священное место на плюс восемь. Тут, походу, конец. Ну, то есть, океан вот там. Ну, предположим. Предположим. Правда, тут пустыни нету. Но, в принципе, места... Понятно, тут океан пошли уже. О, Кумас я первым даже встретил. Зашибиська. Зашибиська. Это зашибиська. То есть, у нас скульптурка просто так капает. С ничего. Так, тут горы. Я бы, наверное, туда не пошёл. Хотя тут, конечно, пустыня какая-то есть. Надо тут, конечно, исследовать. Я бы сюда вот дальше по берегу пошёл, наверное, смотреть. О, отлично. Прямо даже вот эту присоединило. Зашибись. У нас довольно быстро сейчас должно... Пантеон. Я думаю, что легенды пустыни мы возьмём. Малей же я не ставил, да? Хотя я Аравию ставил. Аравия может в пустыне быть. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ну, астрологию дальше. Причём я бы тут... Побыстрее с астрологией. Не знаю, может даже... Или сначала... Я просто думаю, может сначала священное место, а потом уже посело. На божестве можно не успеть с религией. Так, ну тут я всё равно ставлю бог-царь. Всё равно надо побыстрее. Ну и против варов просто нету юнитов разведки. Так, два гессата. Это сила, хочется сказать. Но пока мне, наверное, два гессата хватит. Какой-нибудь сюда смотреть. Так. Ну, в любом случае, строитель нужен пока. Здесь давайте мастерство потихоньку. Не забыть, будет переключить. Тут я... Мы сначала, наверное, обработаем камень. Сколько? Четыре клетки улучшилось. Отлично. Камень обработан. Но мы его потом когда-нибудь будем убирать всё равно отсюда. Камень, потому что тут надо будет... За... За галов надо везде, конечно, рудники строить. Нету смысла нам камень... Конечно, Стоунхенш можно, но... Я уверен, что какой-то кто-то из компьютеров Стоунхенш построит. По интересным местам. Может, мне всё-таки не брать легенду пустыни, но... Так, вот Гонконг я не первым встретил. Значит, снизу кто-то есть. О, руинка. Первая руинка, кстати, всего лишь. Блин, я бы, наверное, ещё пять ходов. Да, наверное, давайте после этого рабочего посела сделаем. Сначала камень, потом пойдём тут. Блин, мастерство надо сменить. Тут и тут потом шахты. Рудники. О! Клан... Кого? Песчаного змея. Будем душить песчаного змея. Кстати, я могу просто сейчас прям забрать. Кайф. Он тут почему-то практически... О, границы чьи-то. Выглядит как... Перикл. Греция Перикла. Так, что я хочу? Рабочего ещё хочу. А, 10 веры. Ну, кстати, тоже неплохо. Хотя я следующим ходом и так мог бы принять, видимо. Так, ускоряем каменоломню. Не, прямо в астрологию. Прямо после поселенца будем делать... Священное место. Ну что, надо нам встречать грека? Вот в чём вопрос. Или не надо? И... Ну, легенды пустыни. Не знаю, мне что-то хочется так легенд... Ну, давайте сами рассуждать. Есть на плантации, да? Но у меня культура и так будет от рудников капать. Логично? Логично. Что тут ещё можно реально взять? Больше нечего. Я вижу, что вот тут можно будет какой-нибудь город поставить, чтобы вот тут, например, священное место влезло. Я думаю, там мы что-нибудь ещё откроем. Но тут не так много пустыни. Ну, вот, может, там что-нибудь ещё. Просто а что ещё? Тропических лесов? Ну, так тут грек близко. И, честно говоря, соседство тропических лесов. Получается, не так много вокруг священных мест можно будет этих сделать. Рудников. Ладно. Слушайте, легенд... Не знаю, что-то вот мне хочется легенду пустыни. Поэтому в данном случае и беру. Так, идём сюда постепенно. Астрологию так и откроем, видимо. Уничтожаем. Да, блин. Так, одно очко. Два очка. Всего лишь два очка за варваров. Ну, я уже набираю постепенно. Слушайте, надо в золотой век выходить стопудово. Мистицизм, военная традиция. Клан песчаного. Задушили песчаного змея. Пойду-ка я вверх. Тут уже как бы понятно. Раз, два, три. Сюда вот. Я бы где-то вот тут город ставил. Ну, тут понятно, что тут ты такой... Но тут нету пустыни. То есть потом когда-нибудь мы там поставим город, несомненно. Пойдём, наверное, греков встретим. Раньше объявим войну. Раньше... О, у меня даже тут этот уровень есть. Зашипись. Так. Сейчас я вот тут исследую и пойму. Но я бы сейчас уже сюда посила вёл. Конечно. Ого. Сколько тут пустыни. Почему сюда, например, не сюда? Потому что тут я уверен, что уже грек есть. То есть надо как-то в эту сторону занимать места. Так. Ну и сразу, наверное, священные... А, блин. Слушайте, само добавилось. Зашипись. Даже выкупать не пришлось. Во. И вот сюда мы точно будем... Ладно, давайте глянем. Плюс шесть. Плюс шесть. Ну, тут... Вот тут... Почему сюда круто? Потому что это вообще пустая клетка. Тут ничего не может быть. А здесь мы, получается, на этих местах будем рудники ставить. И добавлять ещё бонусы этому священному месту. И я хочу напоминать, что загалов невозможно рядом с центром города ставить районы. Зато мы вот здесь и здесь можем Петру, например, и... Петру и пирамиды поставить. Тогда вот здесь театралка может быть, а? Как вам? Ну-ка, давайте глянем. Священное место. Сюда театралка пока никакая. Но если мы, например, сюда Петру... А сюда пирамиды... Ну, мне кажется, пирамиды у меня угонят, правда. Ну, помечтать не вредно, правильно? Уже плюс четыре. А здесь весь день, если я себе буду ставить рудники... Будет считаться... Да, видите, добавляется плюс семь. Значит, вот тут, тут... То есть тут плюс восемь будет священное место. А если мы еще трудовую дисциплину возьмем? А компьютеры почему-то не особо любят ее брать. Пошли, греков встретим. К сожалению, придется тебе войну объявить. Будет хреново, если он Гонконг перекупит. Конечно. Ну, такие у нас условия. Первым десяти встречным цивилизациям я обязан объявлять войну. Что поделать? Животноводство, обработка бронзы. Может открыть животноводство? Глянем, где лошади. Так бы я, конечно, хотел побыстрее в обработку бронзы и в обработку железа опиды строить. Смотрите, я вот... Вообще, я убил двух... Вообще, я убил двух варваров. Уже. Может и третий варвар. Давайте пока обработку бронзы. Не знаю, лошади. Вот тут... Вот тут нигде лошади не могут появиться. Они могут только если здесь. Ладно, хочу обработку бронзы. А на лошадей забьем. Тут все. Ну, вы, наверное, скажете, что ставь, веди город вот сюда. Но тут выглядит, что сплошная пустыня. И поначалу этот город будет слабеньким. А тут все-таки, извините, сахар, красители. И если я вот сюда ставлю, то раз, два, три я вот сюда смогу священное место всунуть. Хорошо, я бы, наверное, все-таки сюда вел пока. Город ставь. Еще, конечно, хочется здесь. В сторону грека. Но тут... Тут не такие прям... Кру... Крутыми места. Мне кажется, главное тут и тут. Не, ну тут тоже грек не поставить. Тут, наверное, сюда вот надо будет. Город еще привезти. Действительно. Так, и... Вот здесь я хочу рудник. Так, есть. Может, еще гесата. Блин, что-то я без... Нет, давайте священное место. Извините, если я возьму религию, у меня будет куча производств. Ну, конечно, 125... Мне кажется, двумя гесатами вполне можно стоять. Ух ты, Россия. Черт, сверху Россия, ребята. Ну, я обязан... Внезапную войну объявлять. Тут только вопрос... Не захватит ли он мне рабочего. Хотя пока вот так пойду. Гесат спешит на помощь. Да, ну тут вот... Если я сюда ставлю... Раз, два, три... То вот сюда еще влазят. Так, предварительно поставлю. Я, конечно, не вижу, что там сверху. Так, потом здесь я бы, наверное... Смотрите, вот куда-то сюда ставил город. А опид вот сюда. Потому что, во-первых, два рудника можно будет вокруг сделать. А во-вторых, он же еще стреляющий. То есть, вот эту клетку и вот эту, если будет... Надо, кстати, вот тут узнать. Если... Мне кажется, тут будет гора. По ощущению, будет гора. Но вот так вот этот опид будет вот эти две клетки против русского держать, если он будет лезть ко мне. Просто если я сюда ставлю, то я не дотягиваюсь вот до этих... Не смогу здесь рудники сделать. Ну и кроме того, кстати, вот здесь еще можно где-нибудь... Раз, два. Раз, два. Вот сюда можно будет священное место, перед соседством. Но тут всего лишь одна... К сожалению, одна только... Ну ладно, тут как бы не особо много вариантов, честно говоря. Тут вот на реке либо тут, либо тут. Но мне кажется... Хотя, слушай, я же могу... А, нет. Именно что не сюда надо ставить. Потому что у меня районы не могут с центром города соседствовать. Поэтому надо все-таки сюда делать. Жалко, что у прибрежных районов не будет соседства для гавани с центром города. Это, конечно, не очень приятно. Так, там куда-то скаут туда пошел, я видел. Вот где-то здесь он. Так, слушайте, мне бы, наверное, все-таки... Да нет, я думаю, дойдет посел. Думал, вот зачем... А, тут вот такой залив. Ну, надо сходить сейчас, мы выше глянем, что тут. Зависит от того, какие там места. Может быть, и здесь я город поставлю. И тиминанки на 17-й клуб. Че ты сюда опять пришел? Блин, напряжный скаут. Давайте так и так. Главное, чтобы он мне сейчас не мешал священное место строить. Ага. Тимина. А, ну, Стоунхенш построили. То есть Стоунхенш без шансов был, конечно. Международная торговля. Давайте мастерство... А, стоп. Стоп, я его ускорю так. Давайте Раннюю Империю пока. Я сейчас вот тут шахту... Рудник поставлю, и будет ускорено мастерство. Морских юнитов. Слушайте, а давайте мы в этом сейчас городе морской юнит реально построим сразу. Так, а вот это можно убирать. Я вообще не вижу варваров. Поэтому плюс 5 пока бессмысленно. Этих мы убили. Ну, блин, ну фига ты сюда встал. Ну, это какой-то прикол. От компьютера. О, плюс 3 за священное место. Ну, смотрите, я еще плюс 2 за религию. Так, сколько... Что у нас там по религиям, кстати? Ну, конечно, уже пророка. Заратустру. Русский Заратустра. Так, у нас уже две религии взяты. Плюс... А почему нельзя сказать? А где Россия? Ну, это же Россия должна набивать, мне кажется. Ладно, ну я должен успевать. В любом случае мне надо читать проекты, конечно же. Два проекта, как минимум. Ставим город. И раз у меня стоит карточка на... А, блин, я не открыл. Блин, вот я тупой. Слушайте, давайте откроем мореходство. Блин, я карточку зря там, значит, держу эту. Фак. А, во, еще есть. Каменная башка. Расколотый камень. Так, слушайте. Ну, у нас есть шанс, значит, ускорить... Ускорить обработку бронзы. Трудовую повинность ускорил. Блин, мне бы еще третью ГГшку где-нибудь найти. Чтобы политическую философию ускорить. Блин, тогда тут, наверное, не на производство надо. О, ускорил. А кого я встретил? Блин, почему я ускорил сейчас политическую философию? Это ж три... Ну, ускорено. А, маскат. А, его засоюзил русский. Понял. Ну, спасибо. Спасибо. Так, вот здесь надо с производства таки на еду. Это, конечно, крутая клетка, но нам еда... Надо, чтобы и город рос, все... А, подожди, тут минус по счастью с другой стороны. Не, ну, нам надо вырасти. Тут до четырех, тут до двух. Так, там где-то должен быть варварский лагерь, получается. Сколько нам дали очков? Десять, что ли? Не, ну, мы должны успеть религию принять. Их всего вообще семь. Главное, чтобы трудовую дисциплину не взяли. Ну, вообще, почему-то компьютер трудовую дисциплину не любит брать. Я не знаю, почему. Вот в прошлый раз мы играли за венгрию. По-моему, я вообще последний брал религию. И была трудовая дисциплина. Так что тут, возможно... Хотя, может, это как прописано у разных цивилизаций? Я не знаю. Так, мастерство открыли. Ну, наверное, трудовую повинность. Сейчас ускорим раннюю империю тоже. И в политическую философию. Зашибись. Блин, мне реально третьего... Не, вообще, по идее, мне даже будет достаточно построить корабль и основать религию. И все, я в золотом веке. Так, давайте лечиться тут, стоять. Наверное, вернем на плюс пять боевую... Хотят через три хода корабли уже. Ладно, пока оставим. Чем интересно, посмотрите, вот тут еще горы есть или нет. Интересно, где Россия. О, он ко мне сюда идет. Ой, там прачник. Так, ну, надо сначала... Блин, плюс пять было бы, конечно, неплохо. Так, сколько? Три очка. Но я бы больше не читал. Я не думаю, что у меня могут угнать сейчас религию. Там, ну, то есть, через три хода у меня будет пророк. Я бы лучше в столице еще гесата построил. Так, тут через два хода можно будет корабль делать. И как раз два, и тут три хода. Так, судя по тому, что не может туда пройти скаут, там, видимо, все-таки горы закрыты. Горами закрыты. Блин, мне надо этого скаута таки убить. Не знаю, как-то... Там, кстати, еще надо помнить, что у... Давайте вот так, да. Надо помнить еще, что когда рядом юниты, каждый соседний юнит плюс два к силе дает. Так что надо бы, как бы, такой кулак из гесатов иметь. Так. Сразу хочу галеру. Вот так даже сделаем. Три хода. Успеваем. Ясно и основываем религию. Ну, по идее, в золотом веке мы. Так, что там по религиям? Божественное вдохновение, войны монахи, хоровая музыка, святилища и храмы. Ну, такое. Так, поехали. Почему я гоняюсь за этим скаутом? Потому что я, по-моему, двух варваров уже убил. Поэтому третий варвар минус. И получается... Так, следующим ходом я ускорю раннюю империю. Ладно, давайте трудовую повинность пока. Покупки клеток, создание, хотя и поселенцы... Ладно, давайте раннюю империю. Создание поселенцев. Катастрофическое наводнение. Ускорили раннюю империю. Слушайте, ну, может, тогда уже сразу поселенцы... Нет, давайте я отложу, значит, производство. О, уже пророк. Иоанн Креститель. Рановато, конечно, он появился. Хотя бы еще в античности же, я на Кресте. Правильно. Основываем религию. Ну, кельтов давайте Великая Корова. Есть трудовая дисциплина, зашибись. Так, ну, из зданий тут всякая фигня осталась. Хотя, подожди, Гурдвара. Давайте-ка я Гурдвару заберу. Пускай будет. Так, плюс два к очкам. Да и два очка. Ну, тут зависит от того... Ну, то есть, два очка я в любом случае получу за галеру. Там просто, если это самая первая галера в мире, то я, конечно, больше получу. Но я против компьютера на Божестве очень сомневаюсь, что это самая первая галера. Так, все. Мы ускорим... Так, кстати, можно уже отложить. Давайте уже лошадей откроем. Но я бы, как только открывая обработку бронзы, просто в опиды шел. Прямой наводкой. Ну, вот так. Закроем его, чтобы он тут не мог выбраться. Отлично. Так, и тут мы откладываем производство... На посила. Ну, очень даже неплохо. Получается, интересно, как у вас там проходит... Как вы сейчас проходите то же самое, что и я. Было бы интересно сравнить. Просто откладываем, потому что иначе бы карточка не действовала на первый ход. Потеряли бы определенное количество... Хотя, может, он сейчас и накопился, и осталось это производство. Так, ну теперь ставим все-таки... Не, подождите, мы все еще... Нам надо... Не, вообще можно поменять. Я думаю, что достроится галера. Достроится. Юнитом. Или против вара. Может, юнитом все-таки. Но я сейчас буду поселенца строить. А, давайте лучше против варваров. Я сейчас не буду юниты же строить в Адуатоке. Я буду поселенца строить. Видите, уже минус идет по религии. Давление от православия. Это что, у русского, что ли, православия? Да. Не удивлен, конечно, что я удивляюсь. Почему у русского православия есть обработка бронзы? Что у нас с железом? Короче, стратегического баланса тут явно нет. Я в упор железа не вижу. Ага. Ну, слушайте, две штуки. Ну, походу, мне придется город сначала сюда ставить. Чисто для того, чтобы железом ускорить. Я, конечно, могу этим городом выкупить с другой стороны. Блин, надо подумать. Может, просто тем городом выкупить. Так, Пингалу. Ну, что, мы вырубать ничего не будем? Ну, будем когда-то, но не скоро. Поэтому, что Магнуса мне брать? Так, что я хочу? Вот тут тоже. Ну, тут вот город ставим, да, мы эту дырку закрываем. Тут ставим дырку, закрываем. У нас остается... Блин, у Грека 36 науки уже. Ни хрена себе. Это вообще нормально? Ну, смотрите, каждый гесат по плюс 2. То есть, у каждого гесата еще плюс 4 к силе. По-моему, здорово. И в политическую философию. Так, сейчас посмотрим, выходим мы в золотой век или нет. Да, плюс 2. Отличненько. Содержание юнитов и чудеса. Ну, чудеса... Чудеса я пока не буду. Может, мне пирамиды открыть? Ну, а пока бы так и оставил, как есть. Значит, может, пока пирамиды откроем? То есть, железный рудник точно еще надо ускорять вот это делать. А пирамиды бы я построил. Так, поплыли. О, торговая... ГГшечка. Так, трудовую повинность открыли. Ну, я бы, наверное... Блин, с другой стороны, у нас сейчас будет золотой век, и мы можем за веру поселенцев покупать. А с другой стороны, тут не так много места, и мне кажется, их надо быстрее занять. С третьей стороны мне бы и юнитов пос... Нет, наверное, все-таки юниты надо строить. Давайте на юниты. Тут пока поселенцев, значит, убираем. Просто на производство. Блин, или на... Давайте на производство. Я строителя тоже, наверное, за веру куплю в золотом веке. Так, здесь мы берем вот эту золоченность. Тут она, честно... Хотя, слушайте, ну, ему же нет удовольствия, и расти некуда. Давайте золочим, что тут быстрее. Так, лечимся. Я не могу решиться, куда мне везти этого посела. Я думаю, что тут я могу просто выкупить железо, и купить вот тут рабочего за веру, это железо обработать, да? То есть спешить с городом вот здесь вообще не имеет смысла. Кто тут что поставит? Вообще никто ничего не... Ну, когда-нибудь там может кто-нибудь поставить, но мне это не помешает здесь никак. А вот тут, чтобы не давать русскому, я бы, наверное, повел сюда. Ага, как раз там скаут. Ну, вот как раз под защитой и поведем. Тогда здесь давайте прачников. Дальше пингала у нас в науку, потому что культуру мы с рудников будем иметь. Ну, и пока все. Вроде норм. Построили висячие сады. Ну, вот я не помню, чтобы с Петрой и пирамидами, например, компьютер спешил. Но, знаете, раз на раз не приходится. Посмотрим. Так, вот этим я пошел все-таки и тут смотреть, что... Ну, как минимум встать в проходе. Магадиша явно грек первый встретил. Нет, не грек. Там кто-то еще у грека ниже. Значит. Ну, как интересно, все-таки у нас вы появились. То есть у нас справа и слева океаны получаются. Как называется? Английский канал? Интересно, в честь же кого тут английский канал называется. Ах, так это может быть в честь галлов, между прочим. Вполне может быть. Потому что английский канал это между Францией и Англией. Госпожа Тростника и Топии, Греция. Много болот. Вот тут я хочу еще узнать, есть ли горы или нет. Так. Рабочего я могу и купить. С другой стороны можно... Давайте, наверное, торговца все-таки построим. Уменьшается. Мне бы здесь, на самом деле, святилище и разнести религию свою. Вот давят. Давят уже. Ну, особенно, я думаю, Россия будет давить своей религии. Очевидно, с лаврами и прочим вот этим вот. Ушел скаут. Отлично, закрыто. Значит, вы ко мне видите, сверху три прохода всего лишь. Тут, тут и тут. Этот мы опидом будем держать. Хотя Кумаси что-то хочет вообще. Какой-нибудь у нее квестик есть. Проложить торговый путь. Надо бы выполнить. Я бы Кумаси союзил, кстати. Тем более, как раз отправляя туда караваны, я еще буду культуру получать. Так, ну, пошли туда дальше, посмотрим, что там. Давайте святилище построим. Надо разнести свою религию тоже. Ну, тут они не пройдут ко мне. Ты, может, не лезть особо вперед, чтобы не встретить союзника. Ну-ка, тут он Магадиша первый нашел. У меня просто уже на золото. Я бы копил очки эпохи дальше. Блин, у меня ни одного не обработано ресурса роскоши вообще-то. Янтарь. Тут куча плантаций, но мне их еще открыть надо. Блин, походу, надо в плантации идти. А то мы тут сдохнем без счастья. Города не будут расти. Мы можем ускорить орошение как раз. Но, похоже, это уже в следующей серии. Потому что мы выходим. Золотой век гальской цивилизации, античность. Знаменитые. О, еще плюс одно очко получил. Как раз при выходе. Уже будем политическую философию. Какие тут правительства уже в следующей серии. Напоминаю, что спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. И еще раз повторюсь, что вот все то же самое вы можете сыграть с моего сейва. В прикрепленном комментарии можете его найти. И рассказывайте, в общем-то, как у вас проходит все то же самое. Хотя я не думаю, что сильно должно отличаться. Интересно, если вы будете сначала сыграть, а потом посмотрите, как я играл. Ну, как хотите поступать. Развлекайтесь, как хотите. Все. Давайте. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Играйте в умные игры.